С целью консолидации украинского общества, укрепления его в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание, указом президента был утвержден национальный праздник День Единения, который празднуется 16 февраля. Одесса, как и другие города Украины, начала празднование в 10 утра с поднятия государственного флага над международным аэропортом Одесса. День Единения День Единения – это прежде всего ответ Украины на вероятное вторжение, извне которое прогнозировалось именно на 16 февраля. Праздник должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы информационного давления. С самого утра ко всем нашим землякам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Мы разные, разного века, разной стати, разных мест, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, язык, религий. Но объединяет нас единственное желание – желание жить. Жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с детьми, с детьми. И на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет так любить, как мы любим. И никто, только мы разумно сможем наш дом защитить. С днем единания, с синьей жовтой. Присутствовавший на торжестве глава Одесского облгосадминистрации отметил, что последние законы связаны со стратегией национальной безопасности и стратегией человеческого развития. В частности, закон о национальном сопротивлении, а также одни единения должны объединить людей для достижения амбициозных планов и получения положительных результатов во всем. Свежий указ про консолидацию общества – это то, что у нас есть много прихильников, и нас много поддерживают. За Украину идет борьба. А это говорит о том, что мы должны быть гидными, и мы должны быть консолидованными для того, чтобы в этой борьбе перемогли. На церемонию поднятия государственного флага пришло большое количество одесситов. По окончанию действия для всех зрителей выступили танцевальные коллективы с народными танцами. Также зрители увидели и праздничный парад. Торжественным маршем прошагали военнослужащие и курсанты военной академии. Начало праздничного настроения в Южной Пальмире уже положено. Над одесским аэропортом развивается сине-желтый флаг, и это значит, что мы едины и неделимы. На этом празднование не заканчивается, а только набирает свои обороты. Игорь, расскажи, как отмечают одесситы национальный праздник в центре и какая сейчас там атмосфера? Да, Вася, ты прав. Праздник только набирает обороты. Сейчас в центре города будет проходить патриотический марш за сохранение суверенитета Украины. К нему присоединились просто сотни одесситов, также общественные организации и просто инициативные люди. Я думаю, поясню, сильно, почему мы это делаем не нужно. Мы все граждане Украины, мы понимаем, насколько сейчас важно не поддаваться панице, а понимать, что мы все едины, в Украине все будет хорошо. Единственное, что мы должны показать, что мы граждане Украины, мы невидомство, никакую территорию, мы готовы ее защищать. И поэтому такой захват, он, как никогда, актуальный. В этот будний день Дерибасовская была заполнена людьми, как никогда. Началось мероприятие минутой молчания по погибшим в войне на востоке и гимна Украины. Ни слава, ни воля, Шелом, брата украинцы, Пусть двигнется воля, Схы... Несколько сотен одесситов прошлись патриотическим маршем от гостиницы «Пассаж» до «Дюка». Это студенты, курсанты военных вузов и университета внутренних дел, ветераны войны на Донбассе, представители общественных организаций и просто небезразличные одесситы. Для меня это святое объединение, объединение всей нашей Украины, от схода до схода, от схода до схода, от схода до схода. И я натхнена на то, что и Одесса принимает участь в этом святе, и все такие взорушенные, с прапорами, натхненные. И сегодня погода очень хорошая. Маю мету, что буду объединяться до этого свята щороку, это новое свято в нашей стране. Особенно для меня это новое свято, его недавно только подписал президент. Я думаю, по-перше, показать объединение украинцев как политической нации, вне зависимости от наций походжения. Потому что, например, я являюсь украинцем болгарского походжения. У меня батько биологический, он болгарин. Но я вырос в другом точке, я считаю себя украинцем. Я так и представляю. И показать объединение политической нации, украинцев, и чтобы враги зов не увидели, что мы сгуртованы, нас в Ашкарске. Участники марша пришли с государственной символикой разного размера. Во время шествия колонна пела патриотические песни, а также выкрикивала лозунги «Слава Украине, Героям Слава», «Украина, Понадусе» и другие. Украина, Понадусе, Героям Слава Украине, Героям Слава Украине, Украина, Понадусе, Украина, Понадусе, Слава нации, Героям Слава Украине, 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 Героям Слава У На воскресенье 20 февраля анонсирован еще один патриотический марш за сохранение суверенитета Украины. Стартует шествие в 12 часов на Соборной площади.